Врачу Тарасовой машина 172. 172 машина врачу Тарасовой. Место, где никогда не спят. Бригада скорой помощи собирается на очередной выезд. Но сначала обязательная проверка, все ли препараты есть в наличии. Ведь никогда не знаешь, что ждет тебя сегодня. Каждый вызов – это разные больные. Это нужна диагностика с первых минут, как ты заходишь к больному. И нужно быстро принимать решения. Алексей Голубев рассчитывает стать анестезиологом, а сейчас, будучи студентом, работает на скорой помощи. Здесь же труится его супруга Ирина. Она тоже студентка медуниверситета. В лекционном классе, уверена, девушка – настоящим врачом не станешь. За три года работы на скорой она набралась колоссального опыта. Однажды ей даже пришлось спасать 8-дневного ребенка. Он поперхнулся молоком. Конечно, без опытных наставников, которые сопровождают студентов, это было бы невозможно. С ними не страшно и на каких-то сложных ситуациях, и приезжать к хроническим больным. Они всегда точно знают, что делать, как поступить и как нас научить это все делать. Работа на скорой – это как искусство. Здесь никогда не знаешь, что тебя ждет. И иногда больно от того, что ты ничем не можешь помочь, как бы ты ни хотел. Работать студенты могут только ночью или выходные. В будни у них лекции, но на станциях скорой помощи охотно идут им навстречу. Особенно сейчас, когда пандемия коронавируса, и каждый врач на счету. С одним студентом, я думаю, что это дает колоссальный опыт, поскольку общение с больным. Если мы говорим, что студент не работающий, он, конечно, по нашим соглашениям Болонским не имеет права осуществлять деятельность. Здесь он имеет допуск, он прошел аттестацию на занятие этой должности среднего медицинского работника. Поэтому он несет ответственность за свои действия. И он может просто уже для своей будущей врачебной специальности набираться опыта, навыка. О свободных вакансиях студенты узнают благодаря Центру содействия и трудоустройства при Самарском медуниверситете. Он тесно сотрудничает с региональным Минздравом. Сегодня, когда количество вызовов возросло, на станциях скорой и неотложной помощи работают 142 студента. Инга Пеннер. События.